Глава четырнадцатая Глава четырнадцатая Глава четырнадцатая Глава четырнадцатая Израилевы оглянулись И вот египтяне Идут за ними И весьма устрашились И возопили сыны Израилевы Господу И сказали Моисею Разве нет гробов в Египте Что ты привел нас Умирать в пустыне Что это ты сделал С нами выведя нас из Египта. Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне, скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушью, и раступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею, простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы, египтян мертвыми, на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава пятнадцатая Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его вергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани и егова, имя Ему. Колесницы фараона и войско Его вергнул Он в море, и избранные военачальники Его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего раступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом Твоим и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами, Кто, как Ты, величествен святостью, Досточтим хвалами, творец чудес, Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, Который Ты избавил, Сопровождаешь силою Твоею В жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, Ужас объял жителей пилистинских. Тогда смутились князья Эдомовы, Трепет объял вождей моавицких, Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас От величия мышцы Твоей, Да они имеют они, как камень, Доколе проходит народ Твой, Господи, Доколе проходит сей народ, Который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе Достояния Твоего, На месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, Которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его И с всадниками его в море, То Господь обратил на них воды морские, А сны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам пророчица сестра Ааронова В руку свою тимпан, И вышли за нею все женщины С тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними, Пойте Господу, Ибо высоко превознесся он, Коня и всадника его Ввергнул в море. И повел Моисей израильтян От чермного моря, И они вступили в пустыню в Сур. И шли они три дня по пустыне, И не находили воды. Пришли в Меру, И не могли пить воды в Мере, Ибо она была горька. Почему и наречено тому месту Имя Мера, горечь? Возраптал народ на Моисея, Говоря, Что нам пить? Моисей возопил Господу, И Господь показал ему дерево, И он бросил его в воду, И вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, И там испытывал его. И сказал, Если ты будешь слушаться Гласа Господа Бога твоего, И делать угодное пред очами его, И внимать заповедям его, И соблюдать все уставы его, То не наведу на тебя Ни одной из болезней, Которые навел я на Египет, Ибо я, Господь, целитель твой. И пришли в Элим, Там было двенадцать источников воды, И семьдесят финиковых дерев, И расположились там станом при водах. Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, Руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня двадцать первый день Программы Библия на каждый день, Во время которой мы ставим цель Прочитать священные писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня, Книга Исход, Главы четырнадцатая и пятнадцатая. Вы можете прослушать эти главы И комментарии к ним На веб-сайте Центра Духовного Просвещения По адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В тринадцатой главе книги Исход В стихах семнадцатом и восемнадцатом Написано «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его По дороге земли филистимской, Потому что она близка, Ибо сказал Бог, Чтобы не раскаялся народ, Увидев войну, И не возвратился в Египет, И обвел Бог народ Дорогой пустынною К чермному морю». Удивительное заявление Содержится в этих стихах. Бог не повел его По дороге земли филистимской, Потому что она близка. Вы, уважаемые слушатели, И ищите самый близкий, Самый короткий Или длинный путь. Он не повел их, Потому что она близка, Поскольку филистимлине, Народ воинственный, Вступили бы в сражение, Ибо сказал Бог, Чтобы не раскаялся народ, Увидев войну, И не возвратился в Египет. Талмуд поясняет эту ситуацию С помощью притчи. Отношение Всевышнего К израильскому народу Подобно обращению царя С сыном, Которому он решил Передать свои владения. Царь подумал так. «Сын мой еще молод, Он с трудом читает и пишет. Разве сможет он управлять Всеми моими владениями, Если я передам ему их сейчас? Подожду, пока он окрепнет И наберется ума». Так и Всевышний. Он подумал. «Сыны Израиля еще дети. Сначала следует научить их Понимать и исполнять Мои заповеди. И только после этого Я смогу передать им Во владении страну, Которую обещал». Эта мысль и этот образ Встречается непосредственно И в Торе, и у пророков. В Торе, в книге Исход, В 4 главе, в стихах 22 и 23, Написано, «И скажи фараону, Так говорит Господь, Израиль есть сын мой, Первенец мой. Я говорю тебе, Отпусти сына моего, Чтобы он совершил мне служение». Книга пророка Осии, 11 глава, 1 стих, Говорит, «Когда Израиль был юн, Я любил его, И из Египта вызвал Сына моего». Книга пророка Иеремии, 31 глава, Стихи 31 и 32, «Вот наступают дни, Говорит Господь, Когда я заключу с домом Израиля И с домом Иуды Новый завет, Не такой завет, Какой я заключил с отцами их В тот день, Когда взял их за руку, Чтобы вывести их Из земли египетской». В этих отрывках народ Божий рассматривается Как дитя, Как сын. Израиль был юн, «Я взял их за руку, Чтобы вывести их Из земли египетской». Поистине, Подобно тому, Как когда ребеночек Только учится ходить, Он нуждается в том, Чтобы кто-то держал его за руку, Чтобы поддерживал его, Чтобы тот не упал И не набил себе шишек. Бог в своей любви Ведет свой народ Легким путем, Пусть чуть более продолжительным По дистанции, По расстоянию, Но за то тема, Которая поможет им Осуществить этот, Чтобы не раскаялся народ. Бог ведет Свой народ так, Чтобы те, С каждым шагом Становясь все крепче И увереннее, Чтобы те, Постепенно созревая И возрастая В вере, Возрастая духовно, Могли бы, Достигнув обетованной земли, Воистине войти туда Зрелыми людьми. И вот следующий шаг, Который описан В предложенных Для чтения на сегодня Главах книги Исход. Четырнадцатая глава, Стихи с девятого по шестнадцатый. И погнались за ними Египтяне, И все кони с колесницами Фараона, И всадники, И все войско его, И настигли их, Расположившихся у моря, При Пи-Га-Хи-Рофе, Предвал Цифону. Фараон приблизился, И сыны Израилева Оглянулись, И вот египтяне Идут за ними, И весьма устрашились, И возопили Сыны Израилевы Господу, И сказали Моисею, Разве нет гробов В Египте, Что ты привел Нас умирать в пустыне? Что это ты сделал С нами, Выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, Сказав, Оставь нас, Пусть мы работаем египтянам, Ибо лучше быть нам в рабстве египтян, Нежели умереть в пустыне. Правда? Похоже, Звучит. Не так ли ведут себя малые дети? Вроде бы есть воодушевление И желание куда-то пойти, Куда-то поехать, Но вдруг, Если настигает усталость, Или жажда, Или голод, Тогда появляется сразу вопль, И плач, И слова, Лучше бы мы остались дома. Но Моисей сказал народу, Не бойтесь, Стойте, И увидите спасение Господне, Которое Он соделает вам ныне, Ибо египтян, Которых видите вы ныне, Более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, А вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, Чтобы они шли, А ты подними жезл твой, И простри руку твою на море, И раздели его, И пройдутся на Израилевы Среди моря по суше. Бог продолжает учить свой народ. И первое, что Он предлагает им в этом эпизоде, Звучит так. Не бойтесь, Будьте спокойны. Он учит их выдержке. Он учит их не паниковать. Он учит их преодолевать страх. Потому что страх сковывает все силы, И физические, и эмоциональные, и духовные. Это, конечно, высокая цель, Научиться спокойствию. Не бойтесь, Будьте спокойны. Господь будет поборать за вас. Во-вторых, Бог желает возрастить веру своего народа. Обратите внимание на следующие слова. Скажи сынам Израилевым, Чтобы они шли. Куда шли? Позади египтяне, По бокам горы, А впереди море. Куда идти? Именно туда. Скажи, чтобы они шли. Чтобы они шли по направлению к морю. Чтобы они шли в море. А ты в это время подними жезл твой, И простри руку твою на море, И раздели его, И пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Им нужно было начать идти. Они должны пойти прежде, Нежели раступиться в воды. Это и есть принцип веры. Вера действует. Вера, не видя пока реальности, Делает шаг, И Господь на основании веры Творит чудеса. Приходит чудесное избавление. В 14 главе, В стихах 21 и 22 написано, И простер Моисей руку свою на море, И гнал Господь море Сильным восточным ветром всю ночь, И сделал море сушию. И раступились воды, И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, Воды же были им стеною, По правую и по левую сторону. Этот феномен описывается в 8 стихе 15 главы книги Исход так, От дуновения твоего раступились воды, Влага стала, как стена, Огустели пучины в сердце моря. И вот когда народ был избавлен, А преследующие потоплены в море, Произошло следующее. 14 глава, 31 стих. И увидели израильтяне руку великую, Которую явил Господь над египтянами, И убоялся народ Господа, И поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы Воспели Господу песни сию и говорили. Стихи 1 и 2, 15 главы книги Исход. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, Коня и всадника Его ввергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Божья любовь демонстрируется в том, Что Он ведет нас медленно, Той дорогой, которая нам по силам На данном этапе нашего пути духовного роста. Он творит чудеса для того, Чтобы укрепить нас в вере. Он учит нас спокойствию, В вере действующей и благодарности. Очень важно не забыть воздать Богу хвалу В ответ на все благодеяния Его к нам.